Всем привет Blender 2.81 и вот на повестке дня в этом ролике хотелось в качестве эксперимента сделать мультяшный рендер. Эта информация взята именно с канала Александр Журавлёв. Можете зайти посмотреть, ссылку могу вам кинуть именно в сообщениях под роликом или в контактах. Мы погнали экспериментировать, посмотрим что получится. Постараюсь это как-то более-менее у него другая программа. 2.79 по-моему. Будем рассматривать 2.81 где тут что находится. Итак, вот хотелось бы Kung Fu Panda зарендерить именно в мультяшном таком варианте. Вариант хороший, мне понравился, ну посмотрим что получится. Грубо сказать делаю второй раз, посмотрим как выйдет. Так, в начале надо включить Ambient Occlusion, вот эту вот функцию и вот в этой функции World Properties, здесь вот где Background, включить в калории Environment Texture. Вот так. Следом поднимаем вот эту вот, типа Timeline и нажимаем, так, сначала посмотрим Shader Editor, посмотрим что тут у нас установлено. Так, вот такая штука. Так, теперь вверх поднимаем и находим композитор, вот эту вот. И включаем Use Notice. Вот это вот штукенция. Колесиком крутим, передвигаем зажатым колесиком, нажимаем на Shader и вот так вот зажатая левая кнопка мыши выводим ее подальше. А этот, как он называется, композит, вот выводим вот сюда. Следом нужно зайти в Add, найти Load, ой ё мать моя, вау тут это, и добавить точку Pre-Road и поставить ее где-то вот сюда, щелкнув левой кнопкой мыши. Создаем еще один узел, это будет у нас, вот это VFW, ставим его, вот с этим узлом по-моему, вот так. Жмем на Background и делаем F12 Render. Получается вот такой задний фон, нехорошо, давайте немножко добавим тут чего-нибудь. Так, откроем опять же рабочее поле, вот так, и добавим в Add Mesh план. Простянем его, это S, сделаем Shift D, дублируем, и немножко отведем, это значит G, вот так вот. Тройка на NumPAD, R перекручиваем вот так вот, и G подставляем где-то вот сюда. Теперь можно немножко транспозом, наверное, все это дело чуть-чуть побольше сделать, расширить. Ну и теперь делаем опять же рендер, так, FN F12. Ну вот такой вот получился рендер. Так, теперь этот, закрываем окошко и вытягиваем опять композит, вот этот. Вот имеем вот такого гражданина, вот с таким задним фоном. Почему он получился именно таким, потом разберемся. Ну и погнали дальше, что тут да как. Так, заходим теперь, так, вот в эту функцию, наверное, Scene Properties, это сцена. Нет, заходим в View Layer Properties, и вот здесь вот ставим Normal. Вот здесь появляется теперь нормалья. Вот она, клавиша Normal. Вот таким вот образом. Ну и давайте сюда шейдеры добавлять, будем смотреть, что будет получаться. Заходим в Add, находим, так, Color и находим Mix, Color и Mix. Так, и вот сюда его ставим, вот так вот. Сейчас приближу побольше. И теперь вот от Normal подключаем вот этот к Image. И еще одну оттягиваем, тоже к Image, только к нижней. Так, это вот подключение есть. Теперь идем дальше. Все по ролику, будем смотреть, что получится. Косяк будет, не беда. Информация нужная. Так, следом подключаем вот этот Mix, вот к этому вот, к этой точке. И здесь вот, где Mix, нажимаем Difference. Вот эту. Ничего не происходит. Итак, по ролику все правильно, черный экран. Теперь нужно добавить еще Add и находим Filter Blur. Вот эта вот штука. Ставим ее вот сюда. Здесь вот ставим по единице. Так, а здесь вот выбираем по сгласе вот эту. Так, и вот так вот подтягиваем вот к этой линии, к первой. Вот она должна сейчас соединиться. Вот выделилась, бросаем. Все, вот все соединено. Вот такой вот внешний вид. Не знаю, видно вам, вот сзади гражданин такой весь, как после ремешера программы. Так, ну что, погнали дальше. Что там еще? Теперь все это вот Blur можно свернуть. Вот эту вот чуть-чуть это двинуть. Эту чуть тоже увести, чтобы видно было. А то тут сейчас переплетется. Мама, не горуй, наверное. Ну и давайте добавим Add и добавим, так, Color, Color, и так. Вот он, конвертер, и добавим Color Ramp. Вот эта штукенция. Нажимаем на нее, и, наверное, надо ее теперь, так, чтобы не попутать, Blur, Difference вот этот идет. И сейчас будем вот сюда вот два штуки их ставить. Теперь это все дело подтягиваем к этой полосе, бросаем, и она вот так вот сшивается. Вот таким вот образом. Ну и давайте немножко тут, вот вы видите, что цвет изменился, стал такой черно-белый. И нужно вот этот ползунок перетянуть вот сюда вот так. А черный ползунок перетянуть за белый. Теперь подтягиваем белый вот сюда, поближе к краю. И к нему поближе подтягиваем черный. Вот таким вот образом. Получается вот такая штука. И надо опять еще один Color Ramp этот добавить. Так, еще вот это все подальше надо оттащить. Вот так вот. И добавляем Add Converter Color Ramp. И ставим его вот сюда вот теперь. Так, он теперь тут соединился. Вот два их тут должно стоять. Теперь вот так все это дело перетягиваем. Теперь черный подтягиваем ближе вот сюда. И должен он выделиться четче. Так, это вот такое дело происходит. Что тут, если этот ползунок подвигать будет? Вот это становится бледнее. Если приближаем к белому ползунку ближе, он становится чернее. А этот, если еще поближе, то уже и детали будут видны. Ну вот что-то в таком духе. Так, теперь вот эти узлы все закрываем. Вот этот, вот этот, сворачиваем. Надо теперь их выделить. Вот прям вот эти вот три узла. Нажимаем левая кнопка мыши, выделяем. Так, что не выделилось, повторяем. Ну вот, все выделилось. Жмем Shift D. Копируем это все. Поднимаем вот сюда вот кверху. И сейчас будем вот здесь вот соединять их. Так, теперь что? Так, кстати, вот депт, вот этот депт, это вот эта вот клавиша Z. В ранней версии тут буква Z стоит, вот эта вот. Вот если отключить, то вот этот депт получается. Значит, это она. И вот теперь соединяем вот так. Так, и теперь соединяем вот эту вторую вот с этой. Вот что-то такое получается. Теперь копируем вот этот вивер. Делаем Shift D. Поднимаем вот сюда его повыше. Так, и соединяем вот с этой вот штукенцией. Вот такая плетенка получилась. Мама, не горуй. Дальше добавляем теперь шейдеры. Следом Add. Так, Vector, Vector. И находим нормализы. Вот эту. И вот сюда вот в эту первую полосу вот так вот засандаливаем ее. Все, она соединилась. Так, и вот теперь от этого нормализы, нормализы, вот сюда вот так вот подключаем к этой. Вот так. Так, вот это уже нам не нужно. Так, это подключается к желтенькой. Желтая вот эта отключается. Так, и вот эта теперь переключается на вторую. А эта переключается на... Так. Вот так ее выбираем. И переключаем эту вот сюда на нормализу. А эта вот сюда вот так вот. Ну вот где-то так. Так, погнали дальше добавлять всякие причиндалы. Два узла мы должны соединить. Это теперь в Add находим Color, находим Mix. Вот сюда вот так вот его ставим. Так, сейчас я ближе прилижу. И вот здесь вот где Mix ставим Multiply. Теперь вот от этого соединяем вот с этим. А вот от этого... Так, не от этого. Немножко передвинуть их надо. А то уже места не хватает. И вот сюда его поближе. И вот теперь этот Multiply соединяем вот со вторым имидж. Так, соединили. Что дальше? Так, а вот эту часть... Multiply соединяем с имидж. Так, тут она цепляется. Что-то все равно... Результат я не пойму, он в одной паре. Будем дальше смотреть, что будет происходить. Вот этот дублируем. Multiply. Shift-D. Так, чтоб не зацепить ничего. Так, пока вот сюда его поставлю. Этот можно свернуть, чтоб не путаться. И вот этот соединяем теперь с нижним слотом. Вот этим. Вот так вот. Так, смотрим, как дальше этот будет соединяться. Так, теперь Multiply у нас соединён. Это с нижней точкой. Теперь нужно вот этот вот имидж. Сейчас приближу. Вот этот вот имидж соединить с верхним слотом, со вторым. Так, вот так вот на точку наводим и тянем на второй слот, вот сюда. Так, что тут получилось? Соединено этот с нижним и центральный имидж с имиджем. Теперь нужно здесь вот соединить, по-моему, с центральной точкой. А центральная точка у нас находится аж вот тут вот. Её выделяем и немножко G можно вот так вот немножко перетянуть. Так, вот этот выбираем G. Опускаем чуть-чуть к низу и смотрим. Теперь суть до дела. Посмотрим, что получится. Вот этот вот имидж вот с этой точкой ERO соединяем. И что-то тут не так. Так, тут соединена, тут соединена, тут соединена. И в чём фишка? Композит. Так, делаем теперь рендер. И вот такой мультяшный вариант. Чё, прикольная штука. Нормально, мне понравилось. Всё, всем пока, до свидания. Вот такой эксперимент. Информацию на ролик и на канал, с которого это взято, я вам перешлю или кину вам в сообщение, если вы напишите под роликом. Всё, всем пока, до свидания.